Всем привет! Я вот в такой зимней кофточке. Очень рада, что записываю видео, потому что мы не виделись, не слышались с вами очень давно. Сейчас можно было бы снять то, что мы сделали в огороде, но там уже стемнело. Они сейчас были в городе, и мы приехали домой. Что мы сделали в огороде? Я высадила сегодня баклажаны, рассаду, теплицу. Переживаю очень сильно. Они уже большенькие, кроме стены там хорошая была. Я добавляла в лунку залу при посадке, и все. А так, недавно песок смешивалось с грунтом. Вот. Так. Ну, до этого фитоцепарином проливали. Ну, мы все проливали грядки. Дима сделал чудесный грядки для побочков. Обязательно снимем. Но не сегодня, потому что темно. И не завтра, потому что меня не будет в городе, а где я буду. Обязательно увидите, если посмотрите мое следующее видео. Очень такой experience будет необычный. И, в общем, увидим, что получится. Собственно, сегодня ночью я и езжаю. Что еще? Какие новости? Высадили базилик, мяту, морковь посадили. Ну, в луке забыли. В луке посадила икроп и кинзу. Прямо. Забыли купить лук. Надо лук. Ну, ладно. Томаты, чилинки, сладенькие. Наверное, куплю еще у бабушек, если они не продают. Вот. Также хотим купить капусту. Рассаду тоже посадить. Огурцы взошли. Из семян мы их проращивали. В общем, посмотрим. Так. Позвонили мне. Что еще? Что у нас еще? Еще у нас... Ой, хотела кота снять. Так. Еще у нас Дима испек сегодня хлеб. Закваску делал. И сейчас я вам его покажу. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Смотрите. Батон. О, такой мягенький. И вот еще. Так охота. Там папа, что ли, идет уже? Вот. По поводу здоровья собаки. Сложности. Разбираемся. Никого, ничего, ни в чем не обвиняю. Ни в коем случае. Заводчик очень переживает. И говорит, что за их счет все анализы сдадим. Поедем обязательно в Москву. Вот. Так что все будет хорошо. Но она уверяет меня, что это не то заболевание, которое нам в Нижнем Новгороде доктор придрек. Он как бы не совсем. Он сказал, что нужно попозже диагноз ставить. Вот. Ну, мы сейчас вот антибиотики пропиваем. Доктор спросил, как нам антибиотики. Я говорю, что она стала как-то лучше себя чувствовать. Они воспаление снимают. Это не антибиотики, это обезболивающие. Они же снимают воспаление. На что доктор сказал, ну, замечательно, значит, воспаление проходит. То есть такая ситуация у нас. И он дал, он не сказал, но, как сказать, выразил вероятность того, что вот не буду называть заболевание, но оно генетическое. То есть выходит так, что как будто бы заводчик знал это же генетическое заболевание, соответственно, от отца, от матери, и продал нам больную собаку. Но я вот и не верю. Это, естественно, исключено. Поэтому мы с Димой. Дима вообще изначально был уверен, что у него такого заболевания нет. А я в панике, но страха глаза велики, естественно. Я очень переживала. Но сейчас я уже уверена, что не так. Давайте я покажу, как гуняша моет лапки, когда приходит с гулянки. Угу. Как муменькая? Стой. Да? Да. Стой. Вперед. Стоп. Дадим, два. Дадим, поставьте. Зевай, пап. Угу. Почему? Устала, конечно, хулиганить. Сегодня как в нем-то скандалил-то. На улице, да. На улице. Все не так ей было. Никто к ней не подходит. Вперед. Сидеть. 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 Да, молодец. Сейчас ты лапки утром пойдешь. Сидеть. Я рассказываю про то, что сказали про заболевание, что мы сейчас ждем и думаем, что это не так, да? Я очень сильно надеюсь, что это не так, что это заболевание. Нам никто его и не озвучивал, просто предположение. Нет, просто предположение, да. А то сейчас дядя какой-то на ютубе нам написал, не держите собаку в клетке. Это не клетка, это домик. Это, скажи, мой домик, дядь. Дядь, это мой домик, дядь. Скакала. А сейчас, по-моему, предположение должна начаться истерика. Понеслась. Косточка. Луна, где косточка? А-а-а! Вот, мам. Плюнь, плюнь. Да, плюнь. Плип, плюнь. Да, дай. Да, а-а-а! Дай, дай сказала. А-а-а! Ай! Дим, плюнь. Да я хотела знать, как она в истерике, она схватила мою красоту. Нельзя. Нельзя. Так, в общем, перемывай Диму лапы, потому что грязная лапа была. Наверное, из-за того, что у нее одна грязная лапа, у нее из-за этого истерика была, она схватила мой кроссовок. Вот, так что... Именно поэтому, да? Так что насчет заболевания... Очень это все удручающе и сложно. Но, конечно, мы уверены, что это не так, и обязательно расскажем вам. Да, Дим? Да. Уберетно. Вот. Ну, в принципе, это исключено, потому что... Ну, потому что это генетическое заболевание, и... Это исключено, чтобы... Ну, в общем, понимаете. Так, значит, хлеб я вам показала, который Дима испек. И сейчас мы выйдем плов, который Дима приготовил. И увидимся с вами... У нас больше нет новенького? Увидимся с вами очень скоро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Стандартный набор. Да, и... Спасибо, что вы нас смотрите. Мы стараемся отразить вас. Ну, не только ради вас. Ради себя. Но очень приятно общаться. Поэтому спасибо. Все, увидимся. Пока. У тебя здесь. Опять? Нет, я заправила диван. О-о-о-о. Это не закончено. Да она с ног сбивает. А? С ног сбивает. Смотри. Кстати, забыла сказать. Мы же на выставку записались. И в воскресенье едем. Ай! На выставку. Ай! Ай! Ой, господи, да что же это происходит? Дим! Да Дим, что происходит тут? Дим, что же это такое? Я сказала, граница подняла собаки. Я границу. Дим, ну ты видел? Ну как вообще? Я поняла, что она с ног снесет. И мы едем на выставку. В воскресенье. Ну как такое хулиганье? На выставку. Надо было ее закрыть, пока она зашла. Что это, Дим? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова